Меня пред людьми, того и исповедую Я пред Отцом Моим Небесным, сказал Господь Евангелие от Матфея, 10 глава. Для чего же Он не довольствуется только сердечной верой, да еще требует и устного исповедания? Они часто говорят, верующие, да, я верую, но в душе, моя вера в душе. А для того, должны мы исповедовать, чтобы побудить нас к дерзновению, к большой любви и усердию, и возвысить, почему и говорит ко всем вообще, а не разумея здесь одних только учеников, не их только, но и учеников, их старается Он сделать мужественными. Кто будет знать это, тот не только будет учить других с дерзновением, но и претерпевать все легко и охотно. Это многих из тех, которые поверили этому слову, привлекло к апостолам, и отвергшиеся в муках подвергнутся большему томлению, и исповедавшие в блаженном состоянии получат большее воздаяние. Когда праведник продолжительностью времени усугубляет свои приобретения, и грешник в отсрочке воздая наказание думает находить для себя выгоду, то он равносильно или еще несравненно большее предлагает воздаяние. «Ты приобрел боли для себя, говорит он, за то, что ты первый меня здесь исповедал, и я, говорит он, обогащу тебя боли, когда дам тебе боли и несказанно боли, так как я тебя исповедую там». «Видишь ли, что там предготовлены и награды, и наказания? Что же ты заботишься и беспокоишься? Что ищешь здесь воздаяние, когда ты можешь быть спасен только надеждой? Поэтому, если сделаешь что-нибудь доброе, и не получишь здесь за то воздаяние, не смущайся, в будущем веке ожидает тебя за это сугубая награда. Если же сделаешь что-нибудь худое и останешься без наказания, не ленись, там постигнет тебя наказание, если только не переменишься и не сделаешь лучшее. А когда не веришь этому, то из настоящего заключай о будущем. Если еще во время подвигов исповедники бывают так славны, то подумай, каковы они будут во время раздаяния венцов. Если даже враги прославляют их здесь, то не возвеличит ли и не прославит ли тебя человеколюбивший и всех отцов, тогда будут возданы и награды за добрые дела, и наказания за злые. Потому отвергающиеся и здесь, и там будут мучиться. И апостольское чтение, послание к евреям, говорило нам о том, что какие мучения претерпевали ветхозаветные еще люди, которые только жили надеждой на спасение. А сколько мы сегодня намного их счастливее, что мы не надежны кого, мы знаем, что спаситель наш Господь умер за нас и воскрес, чтобы и нам воскреснуть для вечной жизни. Аминь. Аминь. Проходите. Воскресенье Христа, видевшим, поклонимся святому Господу Иисусу. Крым. Крым. Воскресенье Христа, видева иисусу, Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»